Добрый вечер, это страна-легенд. Викторина о Приднестровье уже неделю, как мы стартовали в четвертом сезоне. Вы, конечно же, смотрели первую игру и с нетерпением ждете продолжения. Сегодня с вами Лидия Солкуцан и Виктор Савченко. Да, уже сыграли молодежный избирком и молодежный парламент. Вот сейчас на экране как раз вы видите счет и в битву вступают следующие команды. Это ОНФ и обновление. Аплодисменты обеим командам. Я думаю, что это особое противостояние. Можно было бы назвать его дерби, но проблема только в том, что команды никогда не встречались между собой с глазу на глаз. Мы до этого практически всегда, кроме финалов, играли онлайн. Но между тем у каждой из этих команд большая история. Своя история в стране-легенд. ОНФ – финалисты прошлого сезона. И давайте представим тех, кто выступает за эту команду. Егор Артюхов. Вот он. Александр Булгаков. Новичок в этой команде. Анастасия Агнатышина. Не-новичок. Владимир Васильевич Гуменский. И капитан команды Сергей Александрович Шерстюк. Сергей Александрович, скучали по стране-легенд? Очень скучали. И верили в то, что наконец-то наши игроки, равно как игроки других команд, смогут уже действительно друг против друга сыграть, сразиться в интеллектуальном противостоянии. Ну и, конечно, желаем всем удачи. Финал прошлого сезона уже забыли? Нет, мы его помним, извлекли уроки. Но, конечно же, живем, стремимся, играем дальше. Я напомню, что команда ОНФ заняла второе место в прошлом сезоне. Это почетное серебро. И вот команда обновления, которая сегодня будет ей противостоять. Не менее опытная. Правда, ни разу не была в финале. Но, конечно, к этому стремится. Но всегда к этому стремится, да. Дмитрий Воронюк. Ольга Прохорова. Александр Толченко. Юлия Единак. И Игорь Единак. Он капитан этой команды. Игорь Валентинович, ну как вы готовились к новому сезону? Ну, мы ждали его, скучали. И нашли для себя новый путь для подготовки. Мы смотрели все старые записи «Страны легенд», но только себя. Надеждой, что вдруг вопрос повторится. Работу над ошибками проводили? Конечно. Ну, а мы постарались так, чтобы «Страна легенд» в сезон разгадок стала заменой для «Страны легенд», пока все остальные скучали по викторине. Надеюсь, что у нас получилось. Но теперь мы переходим к тому, почему все на самом деле соскучились. Итак, у нас прозвучат вопросы. Я объявляю правила, которых не было никогда. Это правила нового четвертого сезона. Прозвучит максимум 8 вопросов. Почему максимум? Потому что в какой-то момент, если уже станет ясно, что у одной из команд нет шансов выиграть или хотя бы сыграть в ничью, игра на этом закончится. Поэтому математически можно подсчитать, что прозвучит минимум 5 вопросов, максимум 8. Если команды отвечают на одинаковое количество вопросов, никаких серий пенальти, будет зафиксирована ничья. Каждая команда наберет по одному очку в турнирной таблице. Команды получают один и тот же вопрос по очереди, не зная, естественно, ответов друг к другу. Друг друга на него отвечают, записывают свои ответы на бумажки, так же, как мы это делали в финале прошлого сезона. Я еще раз напомню, две минуты на обсуждение. Кто будет отвечать первым, определит сейчас рулетка. Итак, обновление или ОНФ? Поехали. Я не знаю, что, кстати, лучше первым или вторым отвечать. А мы потом спросим у команды. Обновление, да? Обновление. Наверное. Не докатится до ОНФ. А, близко. Обновление. Первая маленькая победа. Итак, обновление на первый вопрос будет отвечать первым, дальше команды будут чередоваться. У нас заготовлено 8 вопросов, каждый по своей тематике. У нас, конечно же, есть капитанский вопрос. Что у нас еще есть, Лидия? У нас еще есть вопрос с картиной. С картиной или с картинкой? С фотографией, ладно. Так и быть. Скажи по факту. У нас периодически по ходу игры, конечно же, будут музыкальные паузы. Много разных предмистровских исполнителей мы записали. Они будут развлекать зрителей, которые смотрят эту игру в телеверсии. А это именно телеверсия является самой главной. Итак, мы начинаем. Итак, на какую тему прозвучит первый вопрос в четвертом сезоне? Исторический вопрос. Запускаем рулетку. Интересно, что же это будет. А хорошие вопросы мы подготовили, Лидия? Великолепные, как всегда. У нас других не бывает. Мне кажется, у нас в этом сезоне вопросы будут делиться на сложные и невероятно сложные, на которые ответить просто невозможно. Итак, монументальный памятник. Именно с этого вопроса начнется четвертый сезон. Я напомню, первыми на первый вопрос будет отвечать команда обновления. Итак, монументальный памятник. И монументально важный для нас вопрос. Прислал его, кстати, Александр Тихонов, директор Бендерского историко-краеведческого музея. Так что во многом зрительский вопрос. Я напомню, вы тоже можете делать это. Вот адрес, по которому можно присылать вопросы. Вопросы многие не стесняются. И многие вопросы составлены именно на основе ваших писем, ваших пожеланий. Не обязательно формулировать вопросы. Это мы можем сделать за вас. Пришлите интересную информацию о Приднестровье. О нашей стране много всего невероятно интересного есть. И вот, кстати, пример. Но связан он с историей советской Молдавии. В 1954 году в Москве на ВДНХ открыли павильон, посвященный МССР. Экспозиция ознакомила гостей с историей молдавского народа, его культурой и достижениями республики. Перед входом установили два памятника известным личностям. Один Сергею Лозо, а кому второй? Время пошло. По нашим правилам у команд сейчас две минуты на обсуждение. Через полторы минуты прозвучит звуковой сигнал. Это значит, что команды должны уже определиться. Они не просто должны, они обязаны. Определиться и записать ответ. Я его с удовольствием заберу. Памятники двум известным личностям на ВДНХ создавал легендарный скульптор Лазарь Дубиновский. Да. Поделся в Бессарабии в 1910 году. Молдавский скульптор. И он очень много произведений создал. И они по всей Молдавии, Приднестровье тоже есть. Мы позже расскажем, какие. После Великой Отечественной он жил и работал в Кишиневе. Да, жил и работал после Великой Отечественной. Но, к сожалению, вот сейчас в Кишиневе, несмотря на то, что раньше было очень много работ его, и советского периода, и классиков он ваял. Короче, сносят все. Снесли все. У нас главное, что ничего не сносят. И если что, все эти кишиневские памятники мы готовы принять. У себя примеры были. И президент не раз предлагал, кстати. Помните, и Вадим Николаевич предлагал, и помните спецразговор был, когда в гостях у нас был Игорь Николаевич Смирнов, да, и вы задали вопрос памятник Ленину, да? Я не могу этого забыть, да. Я тоже. Мне кажется, Игорь Николаевич тоже это все помнит, и он тогда просто великолепно ответил. Он сказал, и вы его ставили, и вам его и сносить. На самом деле, хороший ответ на многие вопросы. На самом деле, наша история, это наша история и памятники, это безусловно. А свою историю пишут обновления и ОНФ. Полтора минуты. У них 30 секунд остается на то, чтобы записать ответ. Посмотрим, на какую известную личность они в конечном счете вышли, и что они там обсуждали. Записываем ответ. Они нам подробно потом об этом расскажут. Обновление будет отвечать первым в этом сезоне. Такая честь. Первыми озвучить свой ответ в четвертом сезоне. Как долго же мы этого ждали. И вот настал декабрь, и мы запустились. На прошлой неделе молодежный избирком и молодежный парламент. Триумфально, я бы сказал, открыли сезон. Теперь обновление и ОНФ, и ответы готовы. Сергей Александрович. Спасибо. В 1954 году в Москве на ВДНХ открыли павильон, посвященный МССР, Молдавской Советской Социалистической Республике. Экспозиция ознакомила гостей с историей молдавского народа, его культурой и достижениями республики. Перед входом установили два памятника известным личностям. Один Сергею Лозо, а вот кому второй установили? Игорь Валентинович, ваш ответ. Что считает это? Мы предположили, что если брать парочку, да, пару героев гражданской войны, то это пускай был бы Котовский. Сразу видно, что по советским учебникам учились герои гражданской войны, да? А у кого-то другие герои, да? А у кого-то белые герои, да. А у кого-то белые. Да, да. Итак, Котовский, да? Да. Итак, ответ ОНФ Сергея Александровича. Версия Александровича Сергеевича, он ответит. Ну, отсылка, конечно, к героям гражданской войны. И здесь наиболее подходят две фамилии. Григорий Иванович Котовский и Михаил Фрунзе. Но все-таки мы больше тоже склоняемся к Григорию Ивановичу Котовскому. Ну, по крайней мере, здесь написали, что это Григорий Иванович Котовский. Здесь тоже командан. Я верю, да. Обновление написала Котовский. Ответы совершенно идентичны, только ОНФ еще уважительно дописали имя, отчество Григория Ивановича. Ну, ВДНХ одно из самых интересных мест в Москве. Наследие Советского Союза впечатляет масштабами, красотой замысла. Кто видел, может подтвердить. Кто не видел, хотя бы видеоверсию нужно обязательно посмотреть. Современные технологии это позволяют. ВДНХ открыли в 1939 году. Потом не раз перестраивали, модернизировали. В 1954-м на ВДНХ появилось здание-павильон в честь Молдавской СССР. Один памятник перед зданием поставили Сергею Лозо, известному революционеру, уроженцу Бессарабии. Если знать этот факт, дальше все логично. Второй памятник тоже поставили легендарному уроженцу Бессарабию, который сделал карьеру от уголовного преступника в Российской империи до комдива и политического руководителя Григория Котовского. Ответ верный, и это означает, что счет 1-1. Как здорово вы начали. На памятник Котовскому с ВДНХ работа скульптора Дубиновска можем смотреть и сегодня. И он в парке Победа в Тирасполе. Поэтому этот вопрос мы и задали, перенесли его. Нет, не сейчас, когда Кишинев начал бороться с памятниками, а в 1964 году, тем более переносили с ВДНХ. Когда затеяли очередную реконструкцию павильона в Москве. Вот такое начало. Прекрасное, мне кажется. Крутим рулетку. А пока, Сергей Александрович, представьте нам вашего новичка, Александра Булгакова. Расскажите о нем. Да, Александр Сергеевич. Мы его все знаем. Александр Сергеевич Булгаков, он представитель нашего бендерского территориального отделения. Мы считаем, почитали, что... Всегда команда Общеприднестровского народного форума славилась географией своего представительства. Каменка, Рыбница, Тирасполе, Слободзея. А Бендер не хватало? И не хватало, конечно же, представителя прекрасного города Бендер. И вот Александр Сергеевич Булгаков, историк, член ОНФ от бендерского территориального отделения. Добро пожаловать в страну легенд. Ну, усилились, так усилились, хочу сказать. Ну, так сразу правильный ответ. У нас баллада о спорте. Так распорядилась рулетка. Итак, задаю вопрос. В балладе о спорте композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова есть такие строки. Все отдав до конца, трудный день отработав, вы о завтрашнем дне начинали мечтать. Вы конструктор побед и наших взлетов. Мы вам верим и, значит, должны побеждать. Назовите фамилию, которая изначально была в этих строках. Время пошло. Звуковой сигнал и обратный отсчет. Потрясающие стихи. В 1972-м Пахмутова и Добронравов. Наверное, лучшее событие в их жизни произошло. Потому что они приезжали в Бендеры. Мало того, что приезжали. Недаром мы сейчас с Александром Мулгаковым познакомились. Как чувствовали, да, вопросы? Дни России в Молдавской и Советской Социалистической Республике тогда проводили. Бывали тогда тоже такие дни. Целый букет звезд тогда наводнил город на Днестре, Бендеры. Они приехали со своими выступлениями и экскурсиями. Все проходило по городу. У меня вопрос возник, Виктор Юрьевич. У Пахматова я читала, что у него более 400 произведений написаны. И 94 года композитору, дай бог здоровья и дальше, творить и жить. Ну, 400 произведений. Представляете, если они на концерте, вот, включать одну Пахматовую. Насколько слушать тогда можно? Ну, я думаю, можно просто не один концерт провести. Может быть, тогда в Бендерах тоже такое провели. В 1972-м. Они действительно тогда были. Пахматовой и Добронравов во Дворце культуры имени Павла Ткаченко. И выступали там. Один-один у нас обновление ОНС. После первого вопроса удачно начали. Посмотрим, как продолжить. Я смотрю, обновления уже готовы. Отдавать правильный или неправильный ответ. По крайней мере, Дмитрий Воронёв уже, да, заготовил бумажку. Если хотите, можете забирать. Мне интересно. Да, интересно, что там. А можно посмотреть? Нет. Ну, давайте посмотрим. Ну, давайте. Хорошо. Думаете? Ждем ответа от ОНФ. Ну, есть еще время подумать, пока таймер идет. Что ж, мы не давим и не торопим. Досрочные ответы дали обе команды. Команды обе дают досрочный ответ. И первым свой ответ будет озвучивать команда ОНФ. Слово капитану. Наш ответ озвучит Егор Артюхов. Да. Егор Артюхов. Мы думаем, что ответ должен быть все-таки связан со спортом, поскольку баллада у нас о спорте. И конструктором побед, конструктором красной машины был Тарасов. Наш ответ Тарасов. Красная машина – это знаменитая советская хоккейная команда. Ее тренер Тарасов. Ну, очень даже неожиданно. Я вот даже в ту степень шла к Тарасову. А мы туда шли, если вы по психологу степень? Когда вопрос кострюм. А правильный ответ вы видели вообще? Так, обновление отвечает Игорь Артюхович. Отвечать будет автор версии. Здравствуйте. Есть у меня подозрения, и чертоги памяти подбрасывают. Легенду о балладе, о том, что изначально баллада о спорте называлась балладой о космосе. Но поскольку время было, скажем так, не для того, чтобы воспевать определенных личностей, то Добронравов стихи переписал, Пахмутова музыку оставила. И конструктор побед и взлетов Сергей Королев превратился в кого-то другого. Правильный ответ нам скажете, Виктор Юрьевич? Я даже не знаю, надо говорить, да? Балладу о спорте Пахмутова и Добронравов написали в 1979 году. Писали к фильму о заслуженных тренерах. Есть в песне слова «Конструктор побед» о наших взлетах. Но на самом деле мы изъяли оттуда одну из фамилий. Не какая-то там цензура. Мы изъяли. И изъяли мы оттуда фамилию легендарного конструктора, который отвечал за взлеты. Это Королев. Самое удивительное, что ОНФ лучше понял вопрос, чем вы, а правильно ответили вы. Вот это, конечно, интересно. Обновление впереди со счетом 2-1. И в данном случае опыт как будто бы против Общеприднестровского народного форума сыграл. Я всегда говорю, это спорт. Это, конечно, было уникально. Не знаю, обсуждения мы не слышали, но выводы получились классные. А у вас еще какие-то версии были, Игорь Валентинович? Единственная версия. Это была первая версия какой-то тренера, а потом вспомнили, что конструктор взлета по Королеве сравнивает. Оля, вы спросили, что было изначально. Да. Сергей Александрович, а у вас как обсуждение шло? Ну, первое сразу Королев, но подумали, что это как-то поверхностно. Надо копать дальше. Вот опять та же самая ошибка. Вот оценка вашего ответа. Поверхностно. Я не знаю, что работа над ошибками, потому что в прошлом году мы копали очень глубоко и неправильно. 2-1 обновление впереди, и мы продолжаем Страну легенд. Мне кажется, классное у нас начало. Вопрос номер три у нас будет звучать, а перед ним маленькая, но выразительная музыкальная пауза. И кого мы будем слушать? Мы будем слушать лучших преднестровских исполнителей, как всегда. Маленький сюрприз для вас, сейчас все увидите. Маленький сюрприз для вас. Маленький сюрприз для вас. Маленький сюрприз для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, опасное кино, внимание, вопрос. Вплоть до середины 20 века в некоторых кинотеатрах будки для киномехаников делали из этого материала. Считалось, что так зрители будут лучше защищены от неожиданного пожара. Однако сами киномеханики подвергали свое здоровье смертельной опасности. Назовите материал, из которого делали эти будки. Время пошло. Вот такой удивительный исторический факт. Я, например, об этом не знал. Киномеханики, оказывается, подвергали себя опасности. Очень опасно. Крутили кино. Но, знаете, мне кажется, риск того стоит. Потому что, если вспомнить начало 20 века, когда у нас в Террасполе, в Бендерах появились... Я вспоминаю, как вчера. Что появилось? Не будем говорить, сколько там лет, да. Когда появились первые иллюзионы. Ну, вот буквально, например, в Террасполе. Иллюзионы так называли кинотеатры. В Террасполе, в Бендерах они были. Вы знаете, я так и не поняла. Потому что где-то идет иллюзион равно кинотеатр. То есть синонимы. Где-то говорят о том, что иллюзион это прародитель кинотеатра. И там было все проще, а потом все усложнилось. И вот настоящие современные кинотеатры это не иллюзионы. Но суть не в этом. Суть в том, что в 20-е годы в иллюзионе «Победа». Потом его переименовали в кинотеатр имени Павла Ткаченко. Так что здесь иллюзион равно кинотеатр. Кассиром работала старшая сестра Ефима Учителя. Это в Террасполе, значит, получается. Это в Террасполе. Это в Террасполе. Так точно. Будущий советский кинооператор и режиссер все детство провел в кинозале. Потом учился на операторском факультете в Ленинграде. Он снимал документальное кино во время Великой Отечественной. Фильмы Ефима Учителя про блокаду Ленинграда. Хроника с разных фронтов. И вот после этого пусть скажут, что кино и кинотеатры – это плохо и пустое времяпрепровождение. Категорически не соглашусь. В советское время многие дети, да и не только дети, ходили на один и тот же сеанс по 10 раз подряд. Вспомним историю Петрова Ивачевкина, например. Да. Итак, 30 секунд состоялся в команду ОНФ, а обновление там уже досрочно написало свой ответ по поводу опасного кино. Хотела, кстати, дополнить. Вот директор Терраспольского музея Алла Антоновна Мельничук рассказывала нам, что билеты в кинотеатры были очень дорогие и всего лишь 2-3 раза в год могли себе позволить сходить. Сергей Александрович. То есть мы сейчас живем в прекрасное время. Вот и не жалуемся. Дмитрий Дмитриевич. У нас есть оба ответа. Я зачитаю вопрос еще раз. Вплоть до середины 20 века в некоторых кинотеатрах будки для киномехаников делали из этого материала. Считалось, что так зрители будут лучше защищены от неожиданного пожара. Однако сами киномеханики подвергали свое здоровье смертельной опасности. Назовите материал, из которого делали эти будки. Это был вопрос номер 3 в четвертом сезоне «Страны легенд» ОНФ и обновление. Пока обновление впереди со счетом 2-1. И именно эта команда первой озвучивает свою версию. Итак, Игорь Валентинович. Ольга Прохорова отвечает. Наш ответ – азбест. Это материал, насколько я помню, он очень опасный. Там какие-то вещества содержатся, которые влияют на здоровье человека. А по аналогии я много лет служу в театре. У нас есть такой пожарный занавес, который защищает зал и служебную часть театра. И вот он частично азбестовый. Вот так. Тайны театра узнаем. Мы никогда не узнаем вообще, по какой логике иногда команды дойдут до того или иного ответа. Сергей Александрович. По театральной логике. Александр Булгаков снова. Дело в том, что в первой половине 20 века при киномеханике использовали лампы высокого накаливания, где использовалась угольная нить. Она давала очень мощный свет, освещение. Но для защиты от пожара, поскольку угольная нить горит при освещении, будки делались наподобие жаростойких шкафов. То есть сильный металл, который должен был выдержать возгорание внутри в случае подникновения пожара. Ответ, который вы записали, металл. Почему смертельно опасно для киномехаников? Угольная нить горит в течение 15-20 минут. Ну, в данном случае там было дольше. Но при этом выгорал весь воздух. И механик, который находился, он подвергался мощному термическому воздействию. То есть выгорал кислород, и, соответственно, человек мог потерять и сознание. Спасибо. Ответ понятен. Ответ понятен. Ответили по-разному. Логика и там, и там очень интересная. Присутствует, да, совершенно верно. Лидия, ну рассказывайте, что там правильного. Расскажу я вам сейчас про опасное кино. Совершенно правильно Александр Сергеевич озвучил теорию, или нельзя сказать, что это теория, это достоверный исторический факт о том, что ленты, которые были пленка, крутили кино, она очень быстро воспламенялась. И очень много было пожаров. И, кстати, вот киноархивы на киностудиях вплоть до 50-х годов очень многие потеряны как раз-таки из-за этого. Для того, чтобы хозяин кинотеатра спас свое имущество, изначально как бы такая версия есть, придумали покрывать будки киномехаников определенным канцерогенным, опасным материалом. Да хватит уже томить, давайте рассказывайте. Металл был, да, такие были будки. Но опасный это асбест. Обновление. 3-1 в пользу обновления. Вот такой старт у нас сезона. Очень, очень неожиданно. Кто бы мог подумать, да, что здесь театральная практика Ольги Прохоровой сыграет решающую роль при этом ответе. Как у нас когда-то казачье прошлое и настоящее Владимира Васильевича тоже играли роль в одном из вопросов. Но тогда мы еще были онлайн-викториной. Теперь мы знаем, что Владимир Васильевич у нас казак. А теперь обновление и ОНФ играют с глазу на глаз. Пока мне нравится. Получается очень интересно. А команда нравится? Вам-то нравится? Ну, обновлению нравится, а ОНФ? Понятно, Роман Сергей Александрович. Нормально, да? 3-1 после трех вопросов. Итак, вопрос номер 4. Крутим рулетку. Хочется продолжать и не заканчивать. Это особенность страны легенд. У нас любой вопрос неожиданный. Неожиданный кумир. Это вопрос номер 4. Вам нравится этот вопрос, Лидия? Мне все вопросы нравятся. И напоминаем об еще одной особенности нашей игры. Этот вопрос прозвучит в том числе и для зрителей. Для вас, друзья, по ту сторону экрана. Вот вам все реквизиты, куда присылать. Конечно же, правильные ответы. Ответите первым правильно. По ходу этих самых двух минут получите от нас ценный приз и подарок. Обязательно мы с вами свяжемся. Так что внимательно. Этот вопрос не только для обновления и ОНФ. Хотя все вопросы звучат в том числе и для зрителей. У нас некоторые диванные эксперты и аналитики дорастают до того, что потом выходят в финалы и даже их выигрывают. Я говорю, конечно, про чемпионов прошлого сезона. Но не сыпьте, Соль, на рану ОНФ сейчас, Виктор Юрьевич. Мы сейчас не про ОНФ. Мы сейчас говорим про команду, которая выиграла. Итак, внимание, вопрос номер 4. Незадолго до смерти Александр Суворов назвал Александра Македонского, Юлия Цезаря и Наполеона Бонапарта великими полководцами. Однако в юности будущий генералиссимус восхищался другим военачальником, которого русские очень уж не любили. Кем же восхищался юный Суворов? Время пошло. Какие у нас будут версии? У меня, например, сразу несколько возникает. Когда первый раз увидел этот вопрос, у меня возникло минимум 5 версий. Посмотрим, сколько будет у команд. У каждого игрока по одной версии. И пусть капитан попробует выбрать правильно. С учетом биографии, которую дают историки, конечно, личность Суворова неординарная. Все об этом знают. Даже тот же факт о том, что Суворов не любил часы. Зеркала он не любил. И зеркала он не любил. Вообще, что он любил? Он любил своих солдат. У него была наука побеждать. Он любил свою страну. А вы знали, Виктор Юрьевич? Сейчас расскажу. Недавно буквально прочитала. Очень интересно. Наука побеждать, оказывается, название придумал не Александр Суворов, а его редактор. А называлась там... Так бывает очень часто. Ничего там страшного нет. Забыла, как называлась первоначально. Вот сейчас плашечкой мы дадим название. Главная суть, что книга-то как раз-таки произведение именно о науке, о том, как побеждать. Потому что Суворов поражение не терпел ни в его характере, ни в его гениальных стратегических особенностях это было. А еще он основатель Тирасполя. А вот это самое главное. Отношение к Приднестрову. А наш памятник самый крутой. И мы опять к памятникам вернулись. А этот памятник, между прочим, теперь на улице Покровской находится. Уже не на 25 октября. Да, кстати. Вот одна из новостей, скажем так, последнего времени. Улица все-таки переименована. Историческое название ей вернули. Но там двойное пока будет сохраняться. Для тех, да, кто опять начинает паниковать или спрашивать, а как же мы так будем. Название двойное, да. Поэтому все будет хорошо. Команда ОНФ готова отдать ответ свой. Может быть, это, кстати, хорошая примета заранее, да? Три секунды еще у вас есть. Думаете еще, да? Ага. ОНФ отдает свой ответ. Обновление еще думают. 3-1. Не хотят терять лидирующую позицию, я так понимаю. А уже, вот всегда же, ну, да, по нервам идет, когда ты вверх идешь, и надо уже удерживать это, и начинаешь страховаться. Здесь прямое противостояние с глазу на глаз. Я не думаю, что команда сейчас сильно сконцентрирована на счете. Но любой вопрос нужно отвечать правильно. Вот уже сильные команды у нас сегодня играют с большой историей в стране легенд. Безусловно, знаковые для нашей викторины команды. Здравствуйте. Секунду. Итак. Сначала отвечает у нас ОНФ. Да. Сергей Александрович. Владимир Васильевич. Да, Владимир Васильевич. Ваш дебют, можно сказать. В 18 веке российская армия родилась как раз-таки под ударами этого великого полководца. И его наши не любили. Однако Суворов отдавал ему должное. Это Карл XII. Полководец, имеющий прямое отношение к Приднестровью. Игорь Валентинович, Ваш ответ. У нас, мы дошли даже до Чингисхана. Ну, вы сказали 16 версий. И в итоге мы ответили все-таки Фридрих Великий. Почему? Поскольку Россия не всегда однозначно относилась к немецким правителям, к немецким руководителям, к немецким полководцам. Одни любили и делали, ставили их в качестве примера, другие возводили в качестве врага и так далее. Нам показалось, что это Фридрих Великий. Ваш ответ принят. Ну, военной наукой Суворов начал заниматься с самого детства. Мне кажется, он даже в солдатиков играл стратегически правильно и обязательно побеждал. Когда Ганнибал, да, увидел его с солдатиками и порекомендовал отцу отдать как раз военное дело. Вот так вот Пушкины и там наследили. Что же у него был за неожиданный такой кумир, да? Ну, это на самом деле человек, которого в России любить просто не могли. Завоевал пол Европы. Как сказал Владимир Васильевич, под его ударами родилась русская армия. Хотя совсем подростком был. 15 лет. Он был мальчиком, он был. Надо сказать, что Александр Васильевич Суворов все равно сделал, наверное, правильный патриотический вывод о том, что Петр-то первый все равно оказался выше полководца, о котором игрил. Во-первых, потому что он его победил. Во-вторых, он думал о стране, а не о том, чтобы просто прославиться и войти в историю как полководец. Конечно, правильный ответ Карл 12. Карл 12. И счет 3-2. Интрига кипит и обостряется. Вот так, Игорь Валентинович, нужно раньше записывать ответ. А была у вас такая версия? Одна из шестнадцатых. Одна из шестнадцатых. Вопрос номер пять. Крутим рулетку. Ничего не ясного у нас в этом противостоянии. Пока 3-2 впереди обновление. Я напомню, максимум восемь вопросов у нас прозвучит в зависимости от того, как будет развиваться счет. Обряды славян. Обряды славян. Ой, какой красивый вопрос. Правда, не все меня поймут, но мне кажется, очень красивый. Не похвалишь себя, что называется. Я напомню, что предыдущий вопрос звучал в том числе и для телезрителей. Я уверен, что мы приняли через наши социальные сети не один, а множество правильных ответов. Вот кто первый прислал правильный ответ о Карле 12, тот получит от нас приз. Итак, вопрос номер пять. У многих славянских народов существовал обычай перезахоранивать умерших через несколько лет. Если тело не разложилось полностью, говорили, что покойник много грешил при жизни и будет выходить из могилы в виде упыря, вампира или вурдалака. Мы не спрашиваем, как проходил обряд перезахоронения, но какое выражение появилось в результате этой традиции. Я не знаю, что вам нравится в этом вопросе, время пошло. Я же говорила, не все меня поймут. Звуковой сигнал, да, первые полторы минуты на обсуждение, 30 секунд, чтобы написать правильный ответ. 3-2 впереди обновления. И под это щелканье становится еще более напряженно все. И еще более напряженное, а с учетом того, какой еще вопрос мистический, да? Любая победа или любое поражение могут стать ключевым в этом сезоне. Каждая из десяти команд у нас проведет по три игры. Победа это три очка, ничья одно, поражение, сами знаете, что значит поражение, ноль очков. Четверка, которая наберет большее количество очков, она проходит в полуфинал. И я напомню еще одно важное правило. Да. У ОНФ и у зрителей, как у финалистов прошлого сезона, при равенстве очков всегда будет преимущество, потому что они финалисты прошлого сезона. А если преимущество? По большему количеству набранных баллов определяем. Я уверен, что такая ситуация будет. И у нас, наверное, все 10 команд будут до последнего претендовать на то, чтобы выйти в полуфинал. И какой непростой календарь у нас у обновления ОНФ. Они сразу начинают играть между собой. Команды, наверное, смотрят эфир и думают, хорошо, а если шесть команд или восемь команд, все выйдут с одинаковым количеством баллов. Я уже сказал, четверку определим. Я объяснил критерии. Я думаю, только Лидия не поняла. Я уверен, зрители, вы поняли. Да, четверку мы определим по тем правилам, которые я обозначил выше. А что у нас с перезахоронением? Это то, о чем сейчас думают команды о древнем славянском обряде, когда людей зачем-то перезахоронивали, а когда видели, что они не разложились полностью, возникали вопросы к покойнику. Отсюда и родилось какое-то известное выражение. 30 секунд остается. Мне кажется, время быстро летит. Для команд, наверное, еще быстрее, чем для нас. А как вы правильно сказали, с учетом частиков, которые на нервную систему, тик-тик-тик-тик. Вот мы же не хотели так. Хотели. Хотели, да? Ну зачем вы все секреты открываете вот так вот сразу? Да, зачем придумывать то, что нет. Я думала, к финалу мы расскажем. Сейчас обновление будет первое озвучивать свою версию. Они уже у нас на желтой карточке. Пусть быстрее пишут правильный ответ. УНФ пока без предупреждений, но 2-3 в счете уступает. Сосредоточенные команды, конечно. Итак, ваши ответы. Первым отвечает у нас обновление. Итак, да, Игорь Валентинович, кто отвечает? Александр Толщенко, пожалуйста. У нас была первая версия, наверное, единственная в нашей команде, это Горбатова могила исправит. Горбатова могила исправит. Почему? Да. Это не почему исправит, а почему версия такая? Почему версия? Ну, если он не разложился до конца, то он и вампир, либо гурдалак. Значит, вот такой вот, как Юля показывает, вот такой примерно был этот мертвец. И если он не разложился до конца, значит, у него еще остались какие-то грехи за ним. А грехи это тяжело. То есть мы в мультиках видели, что старые люди вот такие вот, они, горбатые. То есть Горбатова могила исправит. Если у него нет грехов уже, то есть он разложился. Вот придавите камню. Вот такие подробности. Сергей Александрович, у вас кто отвечает? Александр Булгаков, пожалуйста. Одна из главных проблем, согласно, если мне не сняет память, конечно, у верований славян, что грехи не дают покойнику найти, скажем так, спокой. И одна из самых распространенных поговорок, которые есть у нас, это «Земля была пухом». Чтобы у мертвого ничего не тянуло обратно в мир живых. Либо незаконченные дела, либо какие-то прегрешения, которые не беспокоили его. То есть он лежал спокойно в своей могиле. «Земля пухом» принимаем ваш ответ. Если абстрагироваться от того, какой ответ правильный, вам какая версия больше нравится? Раз уж вы так восторгаетесь этим вопросом о покойниках. У многих славянских народов долгое время сохранялся обычай эксгумировать покойника через несколько лет после похорон. Ну вот, например, в Словении такие обряды фиксировались вплоть до начала 20 века. Ну, соответственно, было это и на Руси. Зачем производилось повторное погребение, мотивировки самые разные. В одних местах проверяли, душа покойного освободилась ли или нет, поскольку считали, что это происходит лишь тогда, когда тело останутся одни кости. Ну, а, собственно, у славян возникали вопросы к покойникам, которые не разложились до конца. Ну, типа, много грешил. Да, а раз много грешил, то этого человека, наверное, часто и много обсуждали. А раз у нас присутствуют кости, то вот вам и выражение «перемывать кости». Мыли кости, а когда мыли кости, говорили об этом человеке. Да, мыли кости, да, да. Сам обряд заключался в том, чтобы мыть кости, отсюда и выражение «перемывать кости» не самый простой вопрос, но я уже не раз сталкиваюсь с тем. Вам тоже нравится, да? Проверяли мы на наших коллегах с первого Приднестровского этот вопрос, они тоже не ответили правильно. Реакция была такая же, когда я озвучил правильную версию, но вроде бы на поверхности на самом деле вовсе нет. У нас еще максимум три вопроса прозвучит, и они все решат в этой идее. Может, потанцуем пока? Ну, тогда слушаем Евгения Аврамова. Да. Стучит и висках, стучит и бьет, идет отсчет, отсчет идет. Секунд сплодений и побед, есть больно страха, точно нет. Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба, без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся. Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба, без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся. Не сдавайся ты, даже когда не верят, верь в себя, верь в успех, и в тебя поверят сквозь боты, слезы, взлеты и падения, неудачи, боль, отчаяние, поражение. Отбрось страх, отбрось сомнения, убей лень и выиграть сражение. Выиграть сражение. Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба, без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся. Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба, без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся. Супив на этот жесткий путь, не повернешь уже обратно Нет больше слова отдохнуть, и это многим непонятно Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба Без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба Без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба Без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся И не важно какой, ты ведь спорт избрал Будь благодарен всем своим тренерам, кто не жаляет себя Свои силы отдал, чтобы сегодня ты покорил пьедестал Моя жизнь, моя судьба, это вечная борьба Без борьбы нет победы, не сдавайся, не сдавайся Никогда Теперь зайди на вершину, пусть аплодирует зал Итак, вопрос номер 6, посмотрим, о чем он будет Счет 3-2, этот вопрос никак не может стать завершающим Я уже математику высчитывал, даже если обновление оторвется на 2 балла У НФ будет возможность сравнять счет Непростая жизнь Итак, внимание Диоген прославился своей приверженностью к простой жизни без излишеств Он не только переселился в бочку, но даже выбросил свою плошку и начал использовать посуду из определенного материала Его примеру последовал другой известный человек, но уже в конце 19 века Правда, изготавливал он не тарелки, а что? Время пошло Интересно выкрученный вопрос, ничего не понятно И неожиданно заданный вопрос, который, наверное, никто не ожидал По ходу того, как вопрос прозвучал Все запутано, все вопросы к Лидии Солкутсан, если что Пусть на такие ставят в лицо героев В лицо героев, да Кто может запутать вопросы Ну, знаете, Виктор Юрьевич, а с другой стороны Я сам просил усложнить этот вопрос Вы просили? Я просил усложнить, да Но, с другой стороны, никто не говорил, что будет легко Это четвертый сезон У нас только лучшие команды 10 команд Позвольте зачитать, я вот прямо хочу порадоваться Да, их наивис надо знать, что их зачитывать У нас уже сыграли молодежный сберком Я женщина, у меня память девичья, мне можно забыть Сейчас у нас обновление УАНФ И еще у нас 6 команд будут участвовать в этом сезоне Да, у нас будет еще большая перемена Многогранник, Тиротекс Энерго, Мид, Декс и зрители Зрители – это чемпионы, а многогранник – это команда новичков Тёмная лошадка А у меня спрашивали, писали, звонили Говорят, а кто там, кто там за участники Я так говорю, не скажу Интересно, участники вам понравятся Первый Приднестровский, Страна легенд, 20-40, каждую субботу Вот смотрите и узнаете У вас будут ответы на абсолютно все вопросы Сразу после специального разговора каждую субботу на прошлой неделе Вы уже насладились стартом нового сезона Стартовали молодые, теперь более умудренные опытом обновления И у АНФ у нас борьба кипит и будет, видимо, до самого конца Счет пока 3-2 в пользу обновления Вопрос у нас был о Диогене, непростой жизни, еще каком-то человеке И что-то он там изготавливал Ох, как эмоционально у нас команды обсуждают вопрос 3-2 на кону 3 очка, если победа Если ничья, по одному И если проиграли, ноль очков Гениально Древнегреческий философ Диоген пропагандировал аскетизм и отказ от всего лишнего Кстати, философия, которая, наверное, актуальна во все времена А Дмитрий Дмитриевич просит вопрос Зачем? Нет, это не по нашим правилам Только для зрителей Новый сезон, новые правила Это был у нас вопрос под номером 6 Сейчас будет первым отвечать ОНФ И что? Я посмотрю, что там обновление Я не понял Вы можете разобрать кучу? Да, я разобрал Не помогло, я поняла Я учитель бывший Итак, Сергей Александрович Владимир Васильевич, озвучит нашу версию? Да, пожалуйста Диоген решил сэкономить Он делал свою собственную миску из хлеба В 19 веке из хлеба лепил чернильницу великий Владимир Ильич Ленин Итак, ваш ответ Чернильница из хлеба, Ленин Все, я понял Принял ответ Действительно сложно сформулированный вопрос, резко и неожиданно Итак, Игорь Валентинович, кто отвечает у вас? Мы немножко по другому пути пошли Насколько я знаю, помню, может ошибаюсь Большим последователем И в принципе человеком, который очень тянулся к простой жизни Был известный российский писатель Лев Николаевич Толстой Который всю жизнь там проходил рубахи Но я не буду рассказывать детали И известно, что он собственноручно многие вещи делал с простых вещей Наш вариант был лапти из лыка Глапти Лапти Диоген прославился своей приверженности к простой жизни без излишеств Он не только переселился в бочку, но даже выбросил свою плошку И начал использовать посуду из определенного материала Его примеру последовал другой известный человек, но уже в конце 19 века Правда, изготавливал он не тарелки А что же он изготавливал? Ответ УНФ чернильница Из хлеба, тесто Ленин Ответ Обновление Лапти Лапти Да-да-да-да Пишут историки Было ли на самом деле, мы не видели Это легендарно Хорошо сидели В детском саду все знали в свое время Молоко, хлеб Еще столько хлеба, чтобы могли чернильницы лисить и еще и съедать Откуда у Диогена был хлеб, если он жил в бочке? Листья у него были, а хлеб у него был Про все претензии к Диогену Таким образом у команды обновления Все претензии к историкам, которые это написали Счет 3-3 И это означает только одно Мы сегодня играем до самого конца все 8 вопросов Еще два обязательно прозвучат Досрочно Уже никто заранее не победит У нас счет 3-3 И это классная игра Мы готовы к седьмому вопросу Я уверен, что зрители получают максимум удовольствия от происходящего Давайте команды спросим Как им? Сергей Александрович, как вам атмосфера, обстановка и игра? Азарт это лучшее, что может быть в дружеском интеллектуальном состязании Вы нервничаете, да? Конечно Игорь Валентинович Не присутствует? Что, нам нормальная интрига пошла А драйв, все хорошо Вели 3-1, все было плохо, стало 3-3, хорошо Мы расслабились, да Нам тоже нравится Итак, вопрос номер 7 Капитанский, а он обязательно прозвучит Я обожаю капитанские вопросы Капитаны останутся все-таки один на один Игорь Валентинович, нет? Сергей Александрович, наверное, да? За капитанский Сейчас посмотрим Он, наверное, будет последним Это будет вообще весело, правда? Отлично Капитанский будет последним Музейный экспонат А сейчас музейный экспонат При счете 3-3 Вопрос с фотографией Итак, фото-вопрос Да? Да Изобразительный вопрос Можно и так сказать Итак, перед вами приспособление, которое запатентовали в США в 1879 году Его аналоги были очень популярны в конце 19-го, начале 20-го веков Сейчас их можно увидеть разве что в музеях Например, 1-й конной армии в селе Великомихайловка Белгородской области Ничего себе Менялись размеры, конфигурации, материалы Но главная задача этих приспособлений оставалась неизменной Придавать форму и оберегать что? Время пошло, звуковой сигнал И крутые вопросы у нас сегодня звучат А что же это за приспособление такое? Америка Очень интересно, да И тут еще и какая-то Великомихайловка в Белгородской области Не бывали там случайно? Еще нет В Великомихайловке, Белгородской области И в Белгородской области тоже В Великомихайловке не была Ну, если честно В Белгородской области из российских самая близкая к нам, кстати говоря Да Между прочим, географически, да Так что вот вам еще одна зацепка до Приднестрова Всего лишь нам всего около 800 тысяч В музей поехать, это да? Да, в Великомихайловку Музей Не просто добираться через всю Европу по нынешним временам Ой-ой-ой Ну, почему бы и нет Итак, счет 3-3 Нет, тогда мы остаемся в Приднестрове Обновление против ОНФ 3-3 Это предпоследний вопрос Никто не вырвется досрочно Это супер, Виктор Юрьевич Значит, последний, восьмой вопрос прозвучит И он будет капитанским Игорь Единаков И Сергей Шерстюка Страна легенд мне сейчас, знаете, напоминает Соку Когда на булиты выходят Соку, это мини-футбол, где играет авангард Это просто супер Когда вот так вот, непонятно-непонятно Поскольку ОНФ в этом сезоне часто проигрывал по булитам Мы здесь отменили все булиты И пока у нас идут просто туры Одна за одной игры у команд Три раза каждая должна сыграть Ничья это будет означать одно очко Никаких булитов И те, и другие уйдут довольными или недовольными Или недовольными И кто знает, кто сегодня победит Это решающие вопросы Игорь Единак даже привстал Сергей Шерстюк собрал команду вокруг себя Звуковой сигнал о полутора минутах еще не звучал, кажется, да? Потому что когда даже говорят, что не хотят побеждать Но это ведь страна легенд Это азарт, это так затягивает Да я сам хочу побеждать в стране легенд Просто первый преднестровский по новым правилам выиграть не может 30 секунд у команд записать ответ Желательно для обеих команд правильный Или неправильный А если у обеих команд ответят правильно или неправильно Представляете, что будет? Вообще фантастика У обеих команд будет шанс на победу до самого конца И все решат капитаны Какое-то странное приспособление Какая-то Великая Михайловка В общем, масса вариантов и ответов У меня 4 варианта было А правильный? Нет, один из них неправильный Нет, конечно Ну что? Такой лихой вопрос Я думала, вы все знаете Это невозможно Вам как вопрос не задаешь Вы всегда отвечаете Итак Сдаем Это у нас вопрос номер 7 Будет отвечать обновлением Пояснять свой ответ Штраф идет Можем не засчитать Можем не засчитать Вполне Давайте посмотрим Игорь Валентинович Что ответили и почему? Кто будет отвечать за этот вопрос? Я буду отвечать Поскольку версий у нас опять было очень много И все неправильные Мы предполагаем Что таким образом Это приспособление Использовалось Для хранения И при креплении к седлу Где-то к упряжи лошадиной Вещей всадника Ну допустим Как скатка у солдат Есть скатка шинели То в данном случае Мы могли с шинель Какую-то куртку Гусарскую или уландскую сложить И упаковать ее таким образом Чтобы она не мешала при езде И была в сохранении от дождя И так далее Принято Шинель Сергей Александрович Кто отвечает у вас? Так Ну Позвольте я тогда С разрешения команды Озвучу нашу командную версию Удивительный предмет Удивительное приспособление Да Приспособление Но Нас навело на ответ Что в музее В Белгородский музей Конной армии Короче говоря По нашему мнению Вот это приспособление Оно использовалось Для защиты флага Или знамени То есть на Флагшток Наматывался флаг И дабы защитить его Во время там походов Он как бы В форме для футляра Футляр для хранения И защиты знамени и флагов Так будет правильно Итак На фото приспособление Еще раз вопрос для зрителей Которое запатентовали в США В 1879 году Его аналоги были популярны В конце 19-го И начале 20-го веков Сейчас их можно увидеть Разве что в музеях Например Первой конной армии В селе Велико-Михайловка Белгородской области Это важно Менялись размеры Конфигурация материала Но главная задача Этих приспособлений Оставалось неизменной Придавать форму И оберегать И вот что же Чему придавать форму И что оберегать Сейчас мы все узнаем А ведь на этот музей Мы столько акцентов сделали Один из решающих вопросов Что про эту Велико-Михайловку Про эту Велико-Михайловку Про эту Белгородскую область Про этот музей И не важно Черт побери Придите на него внимание Уже мы вот тут И не так уж важно Что это Белгородская область Но важно Что это музей Какой музей Первой конной армии Понимаете Использовали этот предмет Для придания формы И чтобы не пачкалась Некая деталь на лице Музей Первой конной армии Главная подсказка Всплывает имя Семена Буденного Усы Это приспособление Для усов Представляете Я не знаю Правда Как с этим жить можно День рождения Террасполя День рождения Террасполя Мэра Террасполя Аллы Антоновны Миличук Сразу средняя рожда Но они правда все моложе И у кого усов Друзья Ну вы подарили нам потрясающую интригу Я уверен Что и те, и другие хотят победить Сейчас чуть расстроены И уже просчитывают варианты Как они могли досрочно взять эту игру Ни у кого не получилось Счет 3-3 Поразительно все решат капитаны Ну так сегодня распорядилась рулетка Сергей Александрович Вспоминаем лето Вспоминаем финал Предвкушение был Капитанский вопрос Да Капитаны Остались один на один Это решающий вопрос Счет 3-3 Улыбнитесь Сергей Александрович Сергей Александрович Игорь Валентинович Ну как, а? Как настроен-то? Шикарно Итак Финальный вопрос Это капитанские вопросы Здесь команды Разве что Ментальные мысли Могут вам посылать Больше они уже Ничем вам не помогут Но они старались На протяжении всей игры Здорово, что мы дошли До последнего вопроса В этой игре Я честно так и хотел Внимание, вопрос Для капитанов 17 января 1986 года Министерство культуры Советского Союза Издало один Очень важный приказ В документ В документ включили список Определенных городов 40 из них Находились В РСФСР 19 в Украинской ССР 10 в Белорусской Три города МССР Тоже вошли В этот перечень Кишинев Сороки И еще один город Какой? Время пошло Две решающие минуты Для капитанов И вот он Звуковой сигнал Обратный отсчет В таких ситуациях В спорте говорят Игра на три результата Здесь возможно Победа ОНФ Обновление Либо ничья Либо ничья Ничего не понятно Ничьи у нас тоже бывают Я честно не хочу ничьи Никаких прогнозов Не делаем А какие тут могут быть прогнозы? Вот он прозвучал Решающий вопрос Мы долго подбирали вопрос Который если что В этой игре должен был быть капитанский Наверное выбрали правильно У капитанов Как бы мы изначально так думали Что вопросы Они должны быть сложные Но зачастую Ведь сама обстановка Сама атмосфера Ну я думаю Не знаю Вот я не уверен Я думаю Что здесь напрашивается Минимум несколько вариантов Не хочу никого Абсолютно Огорчать Ну вы же сразу ответили У меня было два варианта Как минимум Но ответили правильно Это сложно Это на самом деле Не так просто Особенно в такой ситуации Просто здесь Нервная Что когда команды окажутся Один на один С глазу на глаз То что было проще Онлайн Находясь Ну я не знаю Ближе друг к другу Не видя соперников Да их там по сути и не было Потому что мы-то не соперники Мы задаем вопросы Условная победа Может быть здесь наша Все по-другому Но У ОНФ есть уже бесценный опыт А обновление Как будто больше расслаблено Сегодня Но это лишь мнение Со стороны Я не знаю Обновление всегда Мне кажется Выглядит расслабленно И получает удовольствие Поэтому до финала Ни разу не дошли Кто знает Что будет впереди Ну а с другой стороны Азарт есть азарт Будем смотреть Что дальше У нас впереди еще Второй тур И третий тур Поэтому 30 решающих секунд Капитанам Пора записывать Ответы Игорь Валентинович Берет еще один лист Ничего себе Что там он собирается написать Что так много А вы помните Предыдущих игрок Капитан обновления Имеет такую манеру Прекрасно Отвечая на вопрос Вот так Витиевато крутить И смотреть на реакцию А ему это не помогало Ни разу Между прочим Это или не это Мы это заметили Игорь Валентинович Мы натренировали Покерфейс Ничего можно говорить Ему это не поможет Тем более он заранее Этот ответ уже написал Сергей Александрович Время Судя по всему Было несколько вариантов У капитанов Это у нас вопрос Номер 8 Это означает Что первым Будет отвечать Капитан ОНФ Сергей Александрович Шерстюк Пожалуйста Ну вероятнее всего Или возможно Это город Каменка Анастасия Игнатышиной Которая с Каменки Рядом нет Почему Каменка Так кажется Настя импульсы посылала Видно Итак Игорь Валентинович Ваш ответ Я ответил Бельцы Не спрашивайте почему Искал аналогии И троллейбусные пути И что угодно И население И нахождение С той или иной стороны Реки Ну Как говорят В чертоге памяти Почему-то Неизменно указывали На Бельцы Сразу сказал Террасполь Но как-то Но как-то не Террасполь Как-то да Слишком Не завуалировано Для нашей игры А кто сказал Что мы тут что-то Вуалировали 17 января 1986 года Министерство культуры Советского Союза Издало один Очень важный приказ В документ Включили список Определенных городов 40 из них Находились в РСФСР 19 в Украинской ССР 10 в Белорусской 3 города МССР Тоже вошли в этот перечень Кишинев Сороки И еще один город Какой же город Сергей Александрович Считает что Каменка Игорь Валентинович Считает что Это Бельцы Кто-то может победить А Министерство культуры Советского Союза Что оно считает Полное название Кстати этого приказа Звучало так Поскольку капитаны Не стали мотивировать Свой ответ Мы делаем это за них Итак О списке Исторических городов И других населенных Пунктов СССР Проекты Планировки И реконструкции Которых подлежат Согласованию С Минкультурой СССР То есть По сути Перечень Супер важных Исторических городов Три были В том числе Из Молдавии Кишинев Сороки И какой исторический город Связан с Приднестровьем А почему Мы не сказали Что он связан с Приднестровьем Но правильный ответ Бендеры И у нас Ничья Вопрос кстати Присыл тоже Александр Тихонов Так что Добро пожаловать В Бендерский музей Может быть там Что-то узнаете Новое Обновление И ОНФ Играют в ничью Со счетом 3-3 Набирают по одному очку Конечно Остаются в этой гонке За четверку Капитаны Пожмите друг другу руки Возвращайтесь за стол Ну я думаю Вы не договаривались Это хорошо Сразу стало Любишь всех И уважаешь И так жаль Когда проигрывают команды Мне все равно Хотелось Чтобы был проигравший Это вот больше эмоций Добавило Чтобы у нас Больше по спорту В этом плане Да-да-да Ничья 3-3 Игорь Валентинович Ну оцените игру Как вам сегодня Очень хорошо И Особенно под финиш Уже так вообще Вошли в драйв Такой хороший режим Надо сразу Начинать с этого настроения Предлагаю Размин делать Вы на первые 3 вопроса Ответили правильно Потом вошли в драйв И нам уже на 5 неправильно Ну вот мы такая команда Нестабильная Это правда Постоянно Сергей Александрович Смотрите С одной стороны догнали Проигрывали 1-3 Сыграли в ничью Эмоции и впечатления Есть такое легкое Ощущение От какой-то недоделанной работы Ну после драки Не машут Но вот как Как было и в финале Так и сейчас Вот врать не буду Я не мог связать Вот Именно это Чем мотивировать И знаете По принципу Когда нечего писать Пиши Плушкин Когда речь идет Об истории Приднестрова Пиши Бендеры Но вы очень стали Канг Но в последний момент Написал Канг Итак Счет 3-3 Я благодарю вас За эту игру Обновление У НФ Было классно Страну легенд Продолжим Уже буквально Через неделю И нас ждет новая Потрясающая пара команд Четыре команды Уже сыграли Впереди еще 6 Еще 3 волшебных Прекрасных игры А потом уже Все в следующем году Мы не хотим Это заканчивать Вы тоже хотите продолжать Лидия Салкутсан Виктор Савченко Всего доброго До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова